Наступление в Курской области привело к настоящей катастрофе на российском телевидении. Вы не поверите, там стали говорить то, что обычно говорю я здесь. Что российская страна постоянно врет, что в СУ совсем не кончились силы, что это не агония режима Зеленского, как они обычно говорят. И что вообще-то победа России вообще не гарантирована. Все это теперь говорят с федеральных телеэкранов. Вообще у меня впечатление, что, видимо, Минобороны так увлеклось телеграм-блогерами, что забыли про официальную пропаганду и про телевизор. А там происходит настоящий беспредел. Я вам сегодня покажу выступления некоторых спикеров, по меркам которых огромное количество даже спикеров антивоенных очень мягко высказывается про войну и российские потери и так далее. Вот сейчас, например, вы увидите регулярного посетителя студии Первого канала, военного эксперта, как они его называют, Шурыгина. И он рассказывает, что Россия плохо воюет и постоянно врет. Не верите? Сейчас сами все увидите. Там минут пять, но поверьте, они того стоят. На войне как на войне. Если вы решили воевать, то воюйте. Если вы решили сдаться, то сдавайтесь. Ну, так в мире принято. Ну да. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Ну, реально, любая военная операция, особенно неудачная, после нее следует то, что называется разбор полетов. Ну, выводы. Когда выясняют, почему, как, кто виноват, кто отвел войска, кто не принял решение, кто проигнорировал развитую информацию. То есть это все выясняется в узком кругу, я согласен. Потом принимаются оргрешения. Но страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. И они на одном месте. У блогеров чертят. Но это, извините, блогеры чертят. Мы начинаем сейчас очень серьезно проигрывать информационную войну. Потому что мы все время говорим «эки, оки, как-то где-то обломки БПЛА упали и взорвали целую нефтебазу». А, извините, мы живем не в вакууме. Интернет забит видео, интернет забит комментариями, интернет забит вражеской информацией. Это вражеская информация. На нее садятся наши с вами сограждане. И они уходят от нашей с вами информации. Они переключают канал, они перестают читать и уходят на какую-нибудь труху или еще на что-нибудь, понимаешь? И сидят там. И те, кто отвечают за это, они должны понимать, что они являются сегодня теми людьми, как кто говорит на молодежном сленге, сливают войну. Поэтому и спрашивают. В общем, нам нужно совинформбюро, правильно? Понятно. Нам нужно совинформбюро. Показывают, я сегодня смотрю, которого взяли. Он говорит, да, я хочу воевать против русских. Я хочу убивать русских. Его показывают. И что? У нас нет СМЕРШа. У нас, извините, только вот две недели назад кое-как приняли закон о том, чтобы хотя бы губвахту вернуть. Его, правда, еще смешали с историей про джигаджеты, но хотя бы губвахта появилась. До этого, извините, пьяного солдата на фронте либо надо было вне закона сажать в какую-то яму, либо везти в Ростов военный суд, чтобы ему дали эту самую губвахту. А для половины из них это, извини, отпуск. Понимаешь? Конечно. Мы с вами воюем, так, знаешь, так, одну руку себе за спину привязав, а вторую, так сказать, замотав такой большой-большой подушкой вместо боксерской перчатки. А ты знаешь, извини, пожалуйста, вот в самом начале я очень хорошо помню этот образ насчет одна рука за спиной. И тогда это говорили как бы... Ну, тогда у этого была коннотация как бы положить. Смотрите, русские, да? Значит, одна рука в белой перчатке, другую вообще не доставят. И вот они так, значит, воюют. Ну, фехтуют. А сейчас, так понимаю, коннотации никакой положительной нет. А то надо доставать вторую руку, если бы... Ну, потому что, ну, правда, ну, гулять так гулять, там как бы стрелять так стрелять. Но если бы воевать... Я совсем... Никто из нас не любит войну. Война – это пакость всегда и неприятная. Но если уж... Если так уж распределилась судьба, ну, так давайте воевать, а не сопли жевать, извините. Во-вторых, извините, война – это математика, смешанная с шахматами. Понимаешь? Там не бывает чудес. Там все бывает как причина-следствие. Понимаешь, если украинское командование... Я понимаю их совершенно логично, по военной, так сказать, логике, пытается нам ликвидировать мосты, чтобы вынудить нас уйти. Да. Или, по крайней мере, попытаться нас отрезать. То я не понимаю, почему мы действительно не сносим всю серию плотин под Днепру. Потому что эта катастрофа как минимум на 2-3 недели смешает вообще всю украинскую логистику с пылью. Ну, нас же будут ругать. Мне плевать, кто нас будет как ругать. Я в том случае хочу сказать, съездите хоть раз на похороны русского солдата, которому вовремя не хватило чего-то, которого не прикрыли, и который, скажем, не смог вовремя закопаться, потому что подошли украинские резервы, переехавшие через эти мосты. Понимаете? Мы не должны думать, как бы мы ни были гуманистами, мы не должны думать о противнике. Пусть о них думает их руководство. А мы должны думать о своих. Понимаешь? Мы говорим, а как же мы можем выносить украинцам там энергетику? Они же будут замерзать. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете? Будут дальше присоединяться. Потому что война пришла в наш дом. Понимаешь? В итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем, первое, кто виноват. Мы не знаем, что же все-таки в масштабе всего произошло. И опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. Мы должны уничтожать там те же самые перевалочные сети, то есть 750 киловатт. Понимаешь? Не бейте по атомным станциям. Понятно, невозможно. Мы не можем это себе позволить. Но ликвидировать все 750 киловатт, и они будут вынуждены сами заглушить эти станции. Потому что им просто в этом случае... Понимаю варианты. Я понимаю, да. Мы это должны делать, но мы это не делаем. Понимаешь? Мы не делаем так много всего, что мы действительно даем врагу право ощущать. Ведь, заметьте, три дня назад, по-моему, Подоляк сказал, что ведь, заметьте, чего вы боитесь русских? Мы уже нарушили у них все линии, какие только возможны. Да, так как мы давали это. Мы зашли на их территорию. Мы цитировали его. Мы что, по банковски ударили? И мне кажется, еще надо его цитировать. Просто для того, чтобы мы чувствовали злость. Я заканчиваю. Извините, я заканчиваю. Понимаешь, мы когда-то в сентябре 22-го года, вот так же оказавшись в ситуации, правда, намного худшей. Да, мы помним. Перед реальностью мы смогли в глаза посмотреть. И мы сделали очень много. Мы сегодня, по-моему, немножечко, знаешь, как это говорит по-русски, расслабились. Пора в этом случае немножко как это встать. Собраться. Собраться и встать немножечко в сторону врага. Как вам такое? Это не, не знаю, не популярная политика, не телеканал «Дождь». Это Первый канал. Там все это рассказывают. Нет, понятно, что по его сочувствию российской армии, российским войскам, понятно, что он за войну. Но вы послушайте, что он говорит. Такой откровенности на федеральных телегранах я давно не помню. Что стало причиной катастрофы в Курской области? Невозможность ее дальше замалчивать? Или то, что Андрей Белоусов увлекся телеграммом и не знает, что происходит на федеральном канале, сложно сказать. Но это явление массовое. У Соловьева в студии, например, дела не лучше. Его постоянный эксперт и вовсе говорит о том, что вопросиков государства появляется все больше, и впереди даже могут быть политические потрясения. Я вам так скажу. Нашей власти весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два, ну, наверное, два с половиной месяца, я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Нас, всю страну, каждого из нас. Наш противник воюет не на жизнь, а на смерть, на нашу смерть. Он борется за свое выживание. А у нас вот слишком многие. И в политической элите, и вокруг нее исходят из того, что главная задача вернуть все в 21 февраля. Я опять не оговорился. Не в 23, не в 24, в 21. Первое. В момент признания Донецкой и Луганской народной республики России в качестве независимых государств. Ну, что-то, конечно, из завоеванного оставить. Крым. Там многие купили себе поместье. Так. Ну, и там, Плепсу что-то подкинуть. Но ведь слишком многие хотят вернуть все назад. И замок во Франции, и особняк в Лондоне, и пентхаус в Нью-Йорке. И шикарную виллу в Дубай. Куда теперь тоже не особенно поездишь. Правда? Вот они нас изучили. Они знают все про всех. Кого на чем можно поймать? Кого на чем можно купить? Кого на чем можно заболтать? А мы их изучили? Мы реально понимаем логику, с которой Запад руками Киева ведет против нас боевые действия? Хотел бы я услышать от наших начальников ответ «да», но что-то мне подсказывает, что я в него не поверю. Это тоже большая проблема. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я. С моей биографией, с моей генетикой. Начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в Московском? Петербургском? Казанском? Метро? Куда наши начальники не спускаются? Тем временем депутат Госдумы первого созыва Владимир Лепехин на фоне провала Второй армии мира в Курской области жестко проехался по ее командованию. Назвав русских солдат курицами с микроскопическим мозгом, которые кудахчат в вольере, и которых пожирают украинские лисы. Значит, почему не был создан военный округ? Специальный военный округ, пределы хотя бы трех областей, Белгородская, Курская и Брянская, чтобы наладить там систему управления, единую систему управления, которой сегодня нет. Я вот уже такое сравнение привел в одном из своих послов в Телеграме, что такое ощущение, это вот числа там 7-8 августа было, когда, значит, в вольер, где курицы там проживают, да, ворвалась леса, ну, это высово условно. Вот, и курицы по этому вольеру бегают, кудахчат, махают крылышками, да, но леса их пожирает потихонечку, потому что курицы не способны в силу своего микроскопического мозга дать опор коллективно, да, этой самой лисе. Такое вот ощущение было. То есть нет системы управления единой. Ну, вот масса вопросов таких по отношению к российскому руководству. Так что, как вы видите, украинское наступление в Курской области уже очень сильно ударило по России. И с точки зрения захваченных территорий, и с точки зрения имиджа и репутации, потому что все спикеры задаются вопросом, а почему Россия никак на это не отвечает, а почему, что называется, бездействует, и что, может быть, никаких красных линий уже и не существует, и можно куда и как угодно. Но надо не забывать, что за наступлением Украины на территорию Курской области стоят жертвы украинских солдат, которые уже два с половиной года пытаются победить Россию, которая, в свою очередь, пытается устроить геноцид в Украине и убивает там людей, уничтожает города, похищает детей. И, собственно, этому сопротивляются украинские военные. И, к сожалению, это никогда не обходится без потерь. 22 августа, день 93-й отдельно механизированной бригады «Холодный яр», которую мы с вами очень любим, потому что они, во-первых, делают самые качественные видео, а во-вторых, просто очень хорошие ребята. 22 августа – это как раз день, когда она получила свое название. В этот день она делает сбор на патронажную службу. Патронажная служба занимается заботой о детях, погибших украинских героев. В общем, лучше давайте они сами расскажут. Патронажная служба, как людское обличье войны – это такой простор, который будет ориентирован на певные категории наших військовослужбовцев и их родин, которые будут спрямованы на поддержку, на супровид, на помощь в оформлении социальных гарантий. Військовослужбовцы после ранений будут мать прихисток, где их сможут почути, где им сможут помогать, поддерживать их. На сегодняшний день в селе патронажной службы бригады был организованный отпечаток для родин наших полеглих героев и родин, которые у них были безвесты. Также дети, которые не смогли объединиться до нашей подорожи, получили подарочки поштой, чтобы они чувствовали нашу работу, нашу увагу. Сегодня день народжения легендарной и независимой бригады. Это свято, конечно, уже свято, но наибольший подарок для нас, действующих військовослужбовцев, где у нас утретий, у кого мы не смогли бы в бригаде, холодный яр. Это счастье, радость и посмешка наших диток. На превеликий жаль, великой частини диток нашей с семьи, в ГПП, немає уже батьків. Поэтому обратимся к спільноты Майкла Накки в прошлом, чтобы поддерживать наш задумок, наш проект, сбор на патронатную службу, те деньги, которые будут спрямованы на подарки в честь дня бригады детям, загибших героев нашей бригады. Традиционно здесь QR-код на Монобанку, 93-я она очень хорошо работает, в том числе с зарубежными платежами, но в описании также будет Монобанка, номер карты и PayPal на случай, если больше ничего не работает или вам так удобнее. Поддерживайте 93-ю бригаду и остальных воинов Украины. Ну а мы вернемся с вами к Мардану. Помните такого российского правоуандиста? Один из самых алгортелых, один из самых лояльных. Соловьевский, он в студии того же Соловьева еще неделю назад заметил, что обещание остановить украинцев как-то слабо коррелирует с реальностью. Я не знаю. Вот честно говоря, может быть то, что произошло 6 августа, оно как-то что-то изменит, но я в этом не уверен. Ну никто же ничего в общем и не говорит. Нет, не звучит ни братья и сестры, ни вставая, страна огромная, это не звучит. Общая тональность спокойная. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. 180 тысяч человек попали в категорию тех, кто должен оставить свои дома. Не считая тех, кто еще не вошел в эту категорию, не считая тех, кто покинул свои дома в Белгородской области, где наконец ввели режим ЧС федерального значения. Наконец ввели. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта вот концепция нормальности, она сработает. То есть логику я ее понимаю, я ее могу объяснить. Да я все что угодно на самом деле могу объяснить. Но я не уверен, что это рабочая схема. Вот честно говоря, что здесь война, а здесь мы охраняем государственную границу. Я не уверен, что это рабочая схема. Студия НТВ также начинает догадываться, что постоянное российское вранье не очень помогает победить ВСУ. Идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вы не отвечаете на мой вопрос. Звучали на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине или украинские солдаты просто закончатся. И мы победим таким образом. Это мы все слышали много раз. И мы видим реальную ситуацию на фронте. Она не настолько оптимистичная. Вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии. Они, к сожалению, не в агонии. Это очевидно. Они наступают. Ну, кстати, уже некоторые придумали ответ на наступление Украины. Некоторые российские пропагандисты предлагают и вовсе стереть с лица земли Курскую область. Вот такое ощущение не только у меня, у серьезных, очень с огромным военным опытом экспертов, что в Западной Европе особенно считают, что мы ни за что не включим даже тактическое ядерное оружие. И поэтому нас можно без конца провоцировать, что мы все равно не ответим. Вот надо, я не говорю, что надо, я не истин провокаторов, которые предлагают... Это люди, которые либо провокаторы, либо просто безмозглые какие-то эмоциональные существа. Нет, но я считаю, что нам необходимо, вот после того, что случилось в последнюю неделю в Курской области, сделать такое возмездие, чтобы... Вот надо все, что там в Курск вошло, а там по подсчетам военных, которые не афишируются, Дивизия в целом, вот если бы несколько бригад, это непросто. Вот надо их окружить и уничтожить все, просто ковровым, понимаете? Не даром... Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что не даром столько эвакуации. Не будем... Иначе бы чего эвакуировать столько тысяч людей? А что, как мне кажется, отличный план, почему нет? Но может лучше сразу по Кремлю, и жертв гораздо меньше, и эффект куда быстрее. Но почему нет жесткого ответа, не думают довольно часто различные пропагандистские эксперты, в том числе и в студии Первого канала. Они и дальше будут пересекать красные линии, пока не ответить очень жестко. Это однозначно. Они все время прощупывают. Сейчас у нас будет философский вопрос на текущий момент, а как жестко ответить? И что для них жесткий ответ? А что для них отсутствие дефицита страха? Нет, нет, я не призываю бить по военным базам на Кипре, само собой. Но, извините, банально то, что поднималось не раз и в вашей студии, и в других студиях, ну уж в центре Киева некоторые здания, да, ну на мой взгляд, давно не должны стоять. Ну на мой взгляд, опять-таки, конечно, должна оценивать все цели, важность этих целей. Здесь специалисты, в частности, кстати, преодолевается или не преодолевается система ПВО, чтобы тоже не зря расходовать дорогостоящие ракеты. Но, конечно, болезненный ответ киевским провокаторам должен быть. И, кстати, сегодня газета «Таймс» задалась интересным вопросом. А что Украине делать дальше в Курской области? А как им оттуда, ну а там нам, им, по сути, разницы нет, оттуда уходить? И не получится ли так, что отход будет еще более страшным, катастрофическим для Украины? Они не рассматривают другого варианта, что отходить не придется. Они там все останутся. Земли русской на всех хватит. А потому что нечем, считает сотрудник комсомольской правды. И абсолютно прав. Мы все время ждем, что у нас вот-вот мы используем тот арсенал, который у нас есть, и враг задрожит. Есть ощущение, что если бы мы могли такой арсенал использовать, чтобы враг задрожал, то мы бы уже его использовали. Я сейчас не про ядерное оружие, а вот то, что до него. Этого не происходит. Значит, судя по всему, у нас нет таких инструментов, которые позволили бы нам вселить ужас. Еще один сотрудник Славьева уже и в целом не очень-то и верит в победу. В войне можно выиграть, потому что война – это строгое понятие, она конвенционально описана, есть военное право, там все понятно. Война заканчивается у одних победой, у других – поражением. Но когда ты проводишь операцию, то у тебя не может быть победой, либо не победой. Операция заканчивается приказом об окончании операции и достижением тех целей, которые ведомы только тем, кто начинал эту операцию. Поэтому, когда мы говорим о победе, мы должны понимать, что в рамках операции ее достигнуть очень тяжело. Мы можем потом называть что угодно победой, но я мечтаю о том, чтобы нам никогда не пришлось объяснять, что то или иное окончание операции является победой, потому что и дальше у нас будет длинный-длинный перечень критериев и оценок, почему это победа. Победа должна быть очевидной для каждого. Победа должна вызывать восторг, радость, гордость за страну, желание выйти на Красную площадь, обняться и вместе радоваться под салют победы. Это победа. А когда мы уныло и понуро будем смотреть в пол и думать, что это победа, это не победа. В этом я только об этом. И принципы, которые мы должны сегодня сформулировать и реализовать на практике, они должны привести нас вот к тому состоянию, которое я описал. Они должны привести нас к сокрушительной великой победе. Короче говоря, на российском телеке творится настоящий хаос. Наступление Украины в Курскую область стало самой отрезляющей пощечине России, которая считала, что она может безнаказанно уничтожать другую страну, жители там, города стирают с лица земли и так далее. Но наступление в Курскую область еще совершенно не закончилось. Более того, возможно, в скором времени мы увидим наступление еще на каких-то направлениях. Ну и будем следить как за реакцией пропагандистов, так и за тем, что происходит на земле. Ну и помогать ВСУ тем, чем сможем. Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. Деморализация российских элит и их уровень недовольства тем, что делает Путин, достигли таких значений, что об этом уже стали открыто говорить даже на канале Соловьев Live, где работают самые лояльные режиму пропагандисты, которые обычно хвалят российскую власть и поддерживают все действия Кремля. Дошло до того, что один из пропагандистов Соловьева, Дмитрий Евстафьев, буквально взбунтовался в прямом эфире и заявил, что больше не доверяет государству после провалов Путина в последние месяцы. Я вам так скажу. Нашей власти весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Кредит доверия, о котором он говорит, это выборы Путина, которые прошли этой весной и на которых ему нарисовали 88% поддержки. Прошло всего полгода и теперь уже пропагандисты открыто намекают, что этот кредит доверия Путин не оправдал. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два, ну, наверное, два с половиной месяца, я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Нас, всю страну, каждого из нас, они ждут. Ничего себе, какие разговорчики-то пошли в эфире. Уже никаких ни хитрых планов, ни многоходовочек. Уже прямым текстом пропагандисты Соловьева говорят, что Путин совершает ошибки, и эти ошибки вызывают разочарование у его сторонников. А в итоге все вот эти действия российской власти могут привести, опять же, по словам самих пропагандистов, к большим политическим проблемам. Ну, то есть, в переводе на нормальный человеческий язык, просто к бунту. Да, понятно, что они не говорят об этом открыто, но какие еще большие политические проблемы могут быть в России? Понятно, что традиционный политический кризис там в европейском понимании этого понятия в России невозможен, возможен только бунт, и пропагандисты уже как бы намекают, что все к этому идет. Причем, обратите внимание, что это речь идет не о провале под Курском. Пропагандист Евстафьев говорит о двух с половиной месяцах. То есть, соответственно, российская власть начала совершать какие-то ошибки, какие-то провальные действия еще задолго до провала в Курской области. И вот этот провал стал только катализатором. То есть, сейчас открыто стали уже вот так вот выражать недовольство российской властью, но определенно она вызывала недовольство, да, и раздражение к ней стало накапливаться еще раньше. Наш противник воюет не на жизнь, а на смерть, на нашу смерть. Он борется за свое выживание. А у нас уж слишком многие и в политической элите, и вокруг нее исходят из того, что главная задача вернуть все в 21 феврале. Я опять не оговорился. Не в 23, не в 24, в 21. В момент признания Донецкой и Луганской народной республики России в качестве независимых государств. Ну, что-то, конечно, из завоеванного оставить. Крым, там многие купили себе поместье. Так. Ну, и там Плебсу что-то подкинуть. Но ведь слишком многие хотят вернуть все назад. И замок во Франции, и особняк в Лондоне, и пентхаус в Нью-Йорке. И шикарную виллу в Дубай, куда теперь тоже не особенно поездишь. Правда? И виллу на озере Кома. О ней почему-то Евстафьев решил не упоминать. Ну, видимо, чтобы не расстраивать своего начальника. Но, согласитесь, звучит весьма любопытное признание. Государственная пропаганда фактически больше не может отрицать, что в среде российских элит накопилось колоссальное недовольство происходящим. И российские элиты в большинстве своем не настроены ни на какую там вечную священную войну с Западом, ни на какую вечную борьбу с фашизмом, а наоборот, настроены на то, чтобы вернуть ситуацию в 21 февраля 2022 года. То есть, в период еще до признания ЛДНР, когда была еще какая-то более-менее нормальная жизнь, нормальное отношение с Западом, и все хотят вернуться, ну, имею в виду там российские элитарии, да, бизнес, политикум, все хотят вернуться в это время. Это очень важный момент, потому что ведь раньше вот эта российская пропаганда утверждала, что якобы СВО в России поддерживает все в едином порыве, там все сплотились против врага. И тут же уже вот эти пропагандисты признают, что окажется, да нет, вообще все не так. Так, наоборот, в среде российских элит накапливается недовольство, непонимание тем, что делает Путин. Типа, зачем он развязал эту бесконечную войну, для чего это происходит. То есть, они хотят все это закончить. И, что самое важное, он говорит, да, то есть, вплоть до того, что они готовы отказаться от оккупированных, захваченных территорий. То есть, они понимают, что это не территория России, и они готовы их просто отдать, уйти с них, лишь бы все вернулось в какое-то нормальное состояние. Мы реально понимаем логику, с которой Запад руками Киева ведет против нас боевые действия? Хотел бы я услышать от наших начальников ответ «да», но что-то мне подсказывает, что я в него не поверю. Это тоже большая проблема. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в московском, петербургском метро, куда наши начальники не спускаются? Ну, если уж на канале у Соловьева такое говорят, то, очевидно, и правда все плохо. Если уж даже государственная пропаганда не может это отрицать. И обратите внимание, все это говорит сверхлояльный режиму пропагандист, который кормится из рук этого режима. Он получает зарплату от государства. И даже он признается, что он этому режиму, который его же и кормит, больше не верит. И он же говорит о том, что люди, которые просто где-то ездят в метро, они еще менее лояльны этому режиму. Еще меньше верят Путину, чем вот такие вот пропагандисты Соловьева. Это очень важное свидетельство, которое нам указывает, что вторжение в Украину, преступное нападение на Украину и провал планов по быстрому разгрому украинской армии, по захвату Киева, реально очень дорого обошлись России и конкретно Путину. Потому что мы видим, что народ в нем, реально элиты тоже в том числе, начинает разочаровываться. Не потому, что он там плохой, Украину бомбит. Нет, не поэтому. А потому, что оказался слабый. Потому что не смог. Да, потому что ввязался и не потянул. Вот этим объясняется их разочарование. То есть, ну это все равно разочарование. И как бы российская пропаганда, российские власти раньше не утверждали, что все радужно, теперь они признают, что не радужно. Они признают, что недовольство Путиным реально нарастает, что он делает ошибки, что он проваливается. И это все видят и все понимают. Продолжение следует...